Привет, зрители! Я как бы ничего не подготовила, чтобы тебе умно так говорить на камеру И есть, я просто поем, а то у меня завтрак, хотя обед И тут одно наглое животное везде шарахается У меня тут есть вкусненькие щи Я тебе их уже показывала, если ты смотришь вкладку сообщества У меня тут есть сметана покупная Кошка, вот свали отсюда, ва нахрен Непослушная совершенно У меня подруга считает, что думает, что кошка думает, что я с ней играю, когда ей под задницу даю А она потом снова запрыгивает И я думаю, что у меня на второе будут блинчики, которые я вчера лояла Если ты читаешь мою телегу, а там полтора земляков, а то ты в курсе Если не читаешь, ну, сходи да почитай Не обязательно иметь аккаунт телеге Там у браулера, по-моему, можно зайти И почитать анонимусом Короче, сметана 10% простоквашина Мне вообще нравится сметана простоквашина Где у меня тут эта крышечка Не вздумай только прыгать на камеру Она сейчас там, это, сзади штатива Кошка Смотри, хлебушек Ты его не жрёшь на моё счастье или несчастье, я уж не знаю Видно там, да? Я её сейчас приближу немного А ещё она любит прыгать на колени, когда я ем Её вообще как бы не волнует, что мне это неудобно Вообще, до недавнего времени я козьей сметанкой заправляла Но она очень жирная Я забыла, что зимой молочка жирнеет И это самое Как бы Немножко стало горчить Я посмотрела в сети, что можно сделать Можно сделать блины, слушай, зритель Внезапно такие обалденные блины У меня блин комом вышел только на третий блин То бишь, сразу нормально всё Обычно последний раз, когда я пекла блины Я так замаялась, у меня штук 5 было комом И штуки 4 было вменяемых У меня как бы хлебушек тут есть Я тут, конечно, это Сейчас я отдалю обратно, просто показать тут Ну, ты не видишь, тут такая красивая чашка Я иногда из неё пью чай У меня в этой чашке кефир Ну, пол чашки кефира Остатки был и роскоши Потом, может быть, на этой неделе Снова, Кузя, молоко, ботс, молоко, ну, не только молочка, Кузя А тут у меня сок яблочный Моей тётя сваренный, разбодяженный Ну, в соковарке я его немножко разбавила водой Сейчас я обратно приближу Так, куда отмножить-то Для тех, кто смотрит со своих утюгов На мне тут уже, это, руки слегка так располосовала В порыве страсти Она думает, что я люблю садомаза На нифига Надо смотреть в камеру, наверное У меня тут с бумажными салфетками набрать я пришла могли В поисках бумажных полотенец, а их нету И бумажных салфеток, их тоже нету И купила рулон бумажный Мягкий знак Или тип того У меня одна подруга, она Когда ещё жила вне замужества Со своей мамой Она бумажную бумажку Ну, в смысле, вот такие рулончики Ставила вместо салфеток на кухне У меня тут листик лавровый От того лавра, который уже не жилет Мурлычер Я не поняла, что её гладить вообще не надо Она у меня вчера сидит и мурлычет Я её погладила Ей как-то не холодно, не жарко Мясо из сашановской красной птичкой Из контейнера такого Там 401 грамм Называлось Лопаткой свиньи С косточкой Я его почти супчик-то мила Медленноварки Ну, куда ты лезешь-то Дай мне покушать-то спокойно И хвоста не надо Свою тарелку сувать Ну, вообще, она там как бы варилась Я думаю, такой формат тоже как бы Должен быть Как бы в естественной сети обитания Кошка, которая не даёт Хозяину спокойно покушать Сзади у меня Я застала Чайничок из ресинской грины И там заварен зелёный чай Мне родственница угостила Она брала какой-то вкусный чайный разрез Ну, он пахнет вкусно Ммм Косточка Можно я шокирую тебя зрителя У меня два раза уже рука так тянулась Это же супница Как эти, в средние века В этом в Талине есть такой Я не знаю, как сейчас Существует Нет По-моему, кафешка Или что-то типа такого Дракон Ну, переводить на русский И там в горшочках Иногда с такими штучками Сушками Подают супчик вкусный Правда, супчик на основе Насколько я помню У кубиков вот этих Типа куриных Не куриных Ну, галины пьянки Но Тут одна жидкость осталась Сейчас я Прервусь и достану блины Тут у меня блины И пара таких мне дала вафель Я ее еще не обозревала в детстве Эту вафельницу Что мне Китфорд в розыгрыше презентовал Причем она слегка Обитая оказалась Я заметила уже позже Ну Как бы Опустим этот момент У вас блинчики Козьи сметанки Все полностью подробности есть Интересно Опять же, гляньте леву Этому животному тоже понравилось Хотя, мне кажется Крайне мало вещей Которые Могут ей не понравиться А что у меня нету А вот полотенечко Крошки стереть Чтобы за новым блюдечком не вставать У меня тут есть малиновое Можно сказать варенье Вообще-то как бы Малина пропертая с сахаром Куда ты все лезешь Твоя ешь Сваляй отсюда Блин Из этой малины уже надо делать Надо было ее держать Все-таки В холодильнике Уберу-ка я ее в холодильнике Короче, я не рассчитала В тот момент, что это Сметана Фу, блин, сметана Как ее там Малина Она была плотертая с сахаром Замороженная Потом размороженная Хранилась в холодильнике Я из контейнера Перелила ее в баночку Стояла на столе А на столе это не холодильник И она слегка Забродила Надо ее будет Кампус какой-нибудь Сварить или кисель Тут у меня есть Жемолость Варенье Июнь Сад 21 год Ну тут смешанная Жемолость И кислая И горькая И сладкая Я тут не стесняюсь Практически Делаю так, как я делаю Ну а все вроде Могов предполагает Хабать Причем как-то Очень так аппетитно И посвиняще Я просто видела Какой-то То ли Ну краем глаза Глянула Азиатский какой-то То ли Американский Блинчика Вот они Со вчерашнего Ну где-то Час один Намутило Лечером Сейчас они Остыли Как бы Ну соответственно Остывшие Напоминают Ну есть в них Ощущение Этой сметаны Хотя я Разбодяжила Довольно таким Жирная Короче Можно запить Кефиром Я уже думала У меня в описании Идет Тебе хочется Блинчик Да? Да Ну ты не видишь Жиритель Хоть оно И не приближено Она сидит На окне И жрёт Блинчик Лучше дать ей Блинчик Чем Отнимать У неё Этот блинчик Потому что Она его захапает О Ложка Всё-таки Плодия Простоквашка Обалденная У неё даже Не чувствуется Такая Ну Жирность Можно как бы Попить сока Чё, сожрала Уже всё Обалдеть Кошты Прогулут Хотя Там и был Там и маленький Куточек Побери ему Что-то И чашку Убрать Она Загораживает Солнце Обозрение Смотрю Вот так Наверное Поближе к себе Тогда будет На приближении Нормально видно Где полотенце Я вообще Вот это Стараюсь Запивать Особенности Организма Скажем так Ну Не всегда Запиваю Но Так Что Часто Чайник Наверное Уже Заводился Вообще Это французская Чашечка Из Франции Так Ударим её Чтоб ты увидел её Мне её Одна моя Велиководрастная Подруга Приволокла Сувениром Живёт тут Через полтора Долго Ну чё-то мы с ней Редко видимся Только так Случайно На улице Только так случайно На улице Жирные блинчики Жирные блинчики Наверное потом придётся Или панкреатин схомячить Или карину с мёдом Лобояржить Или облепихи Не то чтобы у меня нет чистых чашек У меня там ещё есть чашечка с котиком И ещё куча чашек И две-три чашки в раковине Но я чё-то так соображала Достаю одну чашку В которой хочу попить А в ней кефир Другую А в ней сок налит Ну в смысле До этого был налит А потом вспоминаю Что у меня есть красивая чашечка Которая очень редко бывает в кадре И многие наверное даже не знают Что она существует Думаю Надо сдать ей шанс У меня там в одном чайнике Очень сильные остатки Уже наверное слитой Совершенно Гемантя Японский А в другом Хоть дитя Хотя его ещё там Ну может до варки на 4 есть Сухой Тоже японский Но хоть мне больше нравится Вечерком пить А потом я вспомнила Что у меня лежит уже недели две или три Чай Который мне презентовали Чисто так вот Ну попробовать Скажем так угостили меня чаем Крепенько вышло Крепенько вышло Сейчас мы эту вафлю кокошим Не до вафля Знаю я что-то подумала Что это вафельница Жарят эти как их там Ну котлеты я видела Какой-то испанец В инстаграмм Жарил котлеты Вафельница Думаю Тут же практически Такое тесто Ну как бы Конечно может не такое По густоте Как на эти вафли Потому я один раз делала Со сливочным маслом Специально Все по рецепту Ну Сигни Которые говорили Как пользоваться Этой штукой Вафельница Я порешила попробовать Один такой Штутик Как-то грянуть в телефон Вот так Надо было чуть-чуть По диагонали Сестерекамеру чуть-чуть Сдвинуть сбоку И поставить ближе к микроволновке Потому что она слегка так По кривой диагонали Блин Я то думала Я все эти блины Схомячу на второе А я только один блин Оселила И пол квадратика Ну там последний блин Был Он такой потолще Сейчас Сколько тут вообще блина Шесть Семь Восемь блинов Короче было Еще два Не до блина У меня вчера Укапошилась Ну как У меня один получился комом А другой Я слегка отвлеклась И Не в тот момент Его перевернула Все такая Ягоды остаются Ягоды придется С чаем пить Вчера-то я с сгущенкой Хомячила Мне подруга как-то к чаю Принесла Ну как бы она справа Чем не к чаю А она кофе пьет И кофе пьет Или с сахаром Или с сгущенкой Ну когда с сахаром С сгущенки нет С сахаром А она Я говорю Ну типа хочешь Если хочешь То вот что Принеси сгущенку Она еще принесла Эту Такую С ключом Потому что она Как-то принесла сгущенку Она говорит Что принести Я говорю Давай сгущенку В мягком пакетике Она приносит В мягком пакетике А почему В мягком пакетике Я говорю Смотрю Его можно открыть Она говорит, знала бы, я бы тебе купила, значит, в этой железной баночке И сама бы открыла, я говорю, вот В следующий раз придешь, приноси в железные баночки Я говорю, есть открывашка, сама крошу Ну, она так и сделала Это у меня эта гущенка стоит Я еще в Доброцене Ну, писала я там на стене, что я ходила в Доброцен Я сначала думала, ну, как бы приду, заведусь Но у меня там был фарш И у меня тут есть кошка Потом думаю, ну, приду, просто разберу На телефон запишу, чисто так, по-быстрому Вот это, это столько стоит Вот то все купила А потом прихожу домой и понимаю, что меня Обманули Что в чеке у меня оплаченная рыбка А в пакете ее нет То есть, что эта рыбка осталась на кассе И мне ее тупо не выдали По какой причине, не знаю еще Знаете, первый раз приходите в магазин И вот такой себе магазин Продавцы из этого магазина Оставляют впечатление Причем, как бы, ну, недавно открытый-то, по идее Обманывать покупателей вроде как еще рано Ну, месяц там Ну, год бы, полгода бы еще так поработал, да Тогда уже можно Быть Куда ты вслезла в кадр-то Недобросовестными продавцами Ну, и я, короче, так пока Я то и все расформировала Одно туда, другое сюда В шкаф, в морозилку и так далее Думаю, блин, где рыбка-то? Вспоминаю, вспоминаю И понимаешь, что меня Обманули Ну, и в итоге, короче Я это самое Так и не обозрела и не запоткала Такая слегка расстроена Офигевшая была Ну, как бы, знаете А потом я подумала, что, ну, как бы, рыбка стоила 79,99 Или 79,90 Там 100 грамм малюсенькая нарезка Хотела, ну, вот, пяти бутерброды сделать А думаю, хорошо, что всего лишь 80 рублей Могли бы быть и больше, как бы, ну, обмануть Подумаешь, девушка Ну, как бы, ладно, девушка Подумаешь, очкарик Блин, я не знаю, люди вообще какой-то Так каким дном надо быть, чтобы Втроем сидя на кассе Ну, да, там как-то их трое Сначала они мне пробили одну штуку Потом, ой, мы ее неправильно пробили Надо подождать кого-то там Потом вроде можно пробивать дальше Короче, я думаю, что там все правильно пробили Просто, ну, как бы, такой Отвлекли внимание покупателя Короче, будьте внимательны на кассах Если, я еще чек так проверила Думаю, ну, у меня такое подозрение сокралось Что что-то как-то тут нечисто Ну, в чеке вроде все нормально Но В чеке-то нормально, а в тележке-то не оказалось И, короче, там была сгущенка 60 с чем-то, что 63 или 64 рубля Я вот тут купила сгущенку про запас Просто, чтобы она была Ну, как бы, я сама в состоянии сварить сгущенку Ну, на сухом молоке я варила Но в медленоварке Ну, это немножко геморно Иногда сухое молоко нужно, как бы, просто, чтобы было И сахар там, то-се, сахар что-то дорогой Стал 52 рубля вообще Обалдеть А то все цену они будут держать весь год Монополисты хреновые Ну, я подумала, что можно купить сгущенку Если она вот раз увидела ее Так это, как бы У нас по скидке в магните она дороже стоит, чем там Она вот 63, что ли, 64 рубля Что-то такое было Я чек уже выкинула Можно сделать конфетки такие Я делала как-то в кук Ну, вообще, в инстаграме я делала, в кукпыре Потом нашла такой рецепт там сгущенка и кокосовая струнка Я даже их делала Вкусненькие такие Так вот эта какосанка Ну, напоминает все вот эти конфеты Типа там баунти Ну, что, блин, мне тебя доесть? Идешь Не усердь совать Вообще, я вчера купила В мясном ряду рыбу Она, если уже разморозилась, то вечером Ну, короче, сегодня я ее засолю Еще рыбу Окунь Красненький Мне кажется, как-то я покупала окуня И что-то он мне совершенно не понравился У меня тогда, по-моему, была вообще другая кошка В смысле, тишка Может, это было вообще на механке Паровую рыбу У меня как-то перло что-то на рыбу Я парабую делала Варила, парабую делала А тут вообще на рыбу не прет У меня еще это Одна подписчица все троллит, что я рыбу никак не ем Я подумала, что это я правда как-то рыбу не ем Внезапно почему-то Он не тянет на нее И это В общем, короче, я беру этого окуня Смотрю в этом мясном ряду такой треугольненький окунь Думала, можно его взять, разморозить и засолить Ну, немножко будет А мне продолжить, что его вроде как не солят А солят там скумбрию, горбушу, еще что-то В итоге я взяла еще горбушу такую Половинка без внутренностей на коже Без костей, филе, что ли Филе на шкурке, короче И они обе размораживаются Окуня хочу потушить с морковкой, луком И, наверное, помидоркой Я не знаю, так вообще делают или нет Но мне что-то кажется, что можно помидорку положить Медленной варки Я ее как раз вчера специально вымыла Потому что после каждого варева Она должна отмокать Иначе ее так хрен отмоешь Но как бы ее же нельзя Там ничем таким вот жестким тереть Только мягонькой стороной губочки И вот этой стороной, которая, ну, как бы Более жесткая, но при этом нежелезная Ничего такой чай Только так как я заварки набухала И, видимо, на этот чайничек Надо было чуть поменьше, хотя бы располовинить Там больше все-таки вот этого зеленого Что-то там зеленый и лимонник, походу Ну, там вообще много всего чего-то было Яблок какие-то Он без названия совершенно И мне не поверишь, зрители, у меня такая странная проблема Ну, сейчас уже как бы решилась Я в магните купила зеленого чая Дешевого, самого магнитовского Потом на озоне купила этой нури или канди 250 грамм какой-то мелколистовой Там был вообще не Я искала средний листовой Но там вообще не написано было, какой лист Я думала, хрен с тобой куплю Со специями мешать так самое А то Ну, типа чай масала Ну, почти масала или как-то так Вариация масала Потом в магните у меня как раз закончился Черный чай совсем Весь полноценно чистый черный чай Я купила за 45 рублей 100 грамм Ну, по скидке эту канди Короче, кого-то из этих принцесс Канди, наверное И эту же канди же 68 рублей Ну, 67,99, как-то так 68, грубо говоря Рублей в доброцене я купила 200 грамм Такую вот баночку, коробочку В общем, у меня теперь черного просто чая На случай, если я вдруг снова буду хлопать ластами Есть Я вообще так Мне года полтора назад Одна подписчица просила сделать обзор Моих остатков чая Ну, типа чайной запасы Мне как-то все откладывали Короче, как-то не случилось, мне кажется У меня это полноценно Так правильно и красиво Тут я разбиралась Я бумагу вниз полочку брала Соответственно, то, что наверху этот чай достала То, что там старая трава, которую можно уже на голову Ну, всякие разные сборы травяные На голову собрать и окатить Отвар сделать Нет, я ее сегодня не мыла Я ее вчера мыла Поэтому она у меня тогда Нормальная на второй день А когда вот, ну, не очень Я сначала сомневалась, что это записывать видео С не очень головой А потом, думаю, да пофиг как-то Голосина попала Горькая она все-таки Ну, как бы там десертная Есть еще, но она все перемешана И какая мне попалась Я считаю, что-то кидает Да, есть это варенье О, сюда надо тоже уже варить Короче, разбирала эти травы И достала всякие там чаи И поняла, что надо бы их обозреть Один там видео Там еще есть чай, который я обещала Одному зрителю записать с дегустацией Я что-то его все пила-пила А потом думаю, блин, я же все никак не могу записать Надо оставить хоть чуть-чуть, чисто, чтобы хоть на одну заварку Чай с золотой плесенью Вариация поэра Вот так-нибудь догребести на второй этаж полки Посмотреть, что там еще осталось И сделать два обзора Один с дегустацией, другой с пропацай Вроде уже доливать-то не особо куда У меня еще есть два апельсина Блин, не забыть бы про них А то я каждый раз покупаю, сколько я помню последние несколько лет Апельсины Думаю, вау, апельсин, сейчас я его съем, как домой приду И забываю А потом он высыхает И одна хурмына Еще четыре яблока из калядина От родственников Которые вот Ну, у них как бы дом частный Там с отца Все под носом, никто ни с кому не едет Поэтому оно у них висело дольше, чем у нас Не знаю, какой сорт Судя по тому, что жопка немножко красненькая Появляться где-то по обедам Я их даже еще не пробовала В итоге у меня что есть Пол вот этой штучки И чуть меньше, чем полтора блина слопала В общем, у меня будет ужин готовый Можно не геморроиться Думать, что приготовить, похавать У тебя вот здесь вот Немножко жиденького В следующий раз я это буду писать Поставлю камеру ближе к микроволновке В смысле это Есть на камеру Ой, блин Кусок блина свалился в тяжку А как кусок? Меньше, чем полтора сантиметра Ой Хорошо на полотенечко Что у меня там свежепостиренные штанишки довольно Вообще, как бы это предполагалось на блюдечке Но что-то блюдечко отдельно стоит А, ладно Все равно потом это мыть Тут мне вот что-то Вообще, мне так нравится мое охно Ты-то не видишь Тут немножко А, у меня там эти алои Которые я никак не пересажу Они пустили корни Я их все пытаюсь посадить Тут слегка заставлено А там пусто Надо сока что-ли попить Ну что, зрители, наверное, все Спасибо за компанию Надеюсь, тебе пожрать захотелось Цель была, чтобы ты захотел пожрать Или сразу на паузу поставил Достал пожрать Паузу отжал Оно идет фоном А ты хаваешь Пока Чавк-чавк-чавк-чавк Продолжение следует...